ребят вы заметили что большой большой процент аудитория смотрит на ваши ролики без подписки более 50 процентов и поэтому ребята убедительная просьба мне это реально гложет сделайте красную кнопочку серый и нажмите два раза на колокольчик расскажи что ты сейчас делаешь вообще в плане творчество я сейчас сижу дома играю в dota творчески играю творчески творчески надо драчу иногда смотрю видосики на ютубе иногда творчески сейчас сингл написал вот пиздаты по моему мнению а похвалите еще этот сингл а не вебенный сингл спасибо вот шоу монтируем поработай-ка в постели я кручу дерьмо это трил пил пил ну кто-то из них короче вот нет понимаешь трил пил это тот который килограмм 100 весит а моргенстерн это тот который 30 по виду с ума сошел так трил пил или пел трил ел но я заметил и запивал пельмени сибирской коллекции тимур трил пил замечательный подожди мне постоянно говорят что я на него похож и что это то есть и сейчас меня как бы называешь лицом сибирской коллекции он сначала заметил говорил что он на гнойного похож потом говорил что он похож на кого-то еще сейчас на трил пилы так нет это не я говорю это люди говорят улицы шепчут между прочим на улице убеди нас да ну-ка ну-ка похож на трил пила а если так нет не богатик тоник станцию так нет он тогда был маленький у него даже темные волосы были поэтому блять небольшой рассказ кто будет короче следующий я буду пиздеть постоянно типа следующий ивангай ивангай о наркотиках о тяжелой жизни вот такая хуйня чтобы люди такие ебать ивангай будет самое главное там следующие там киркоров тиво ваке с будет волоке вейкап кота вейкап когда воваке с будет бля мы его звали с я с одним менеджером не воваке с на самом деле потрясающее видео снимает вот я считаю он должен занять место николая соболева будешь соболев обсуждает чоки там теракты школьник керчи там еще что-то что обсуждает воваке с новая песня мадьяны ро взорвала интернет алена веном рассталась с акваменом шашлыком знаете кто родится у алёны веном аквамена у кого кто а шпроты ну да 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 вот кто такая блять альона веном про нее фильм снимали из нее черная хуйня какая-то лезла когда кстати ом харди и играл слушая по сути это кроссовер получается то есть аквамены веном вы не задумывались над этим мы только алена где нет ты не шутил алёна до алёна до суда перейдем я на тебя подказывать но я напоминаю что наших хороших друзей компании one x по промокоду cmd дают до шести сплэн тысяч бонг самая длинная линия лучший штаб сотрудников и все самое-самое прекрасное для нас спортсменов все ожидания все сды ходил на митинг один раз да не в малиновке вот в реальной жизни реальной жизни ходил на какой-то не помню в семнадцатом году на марсово поле но я не прям выходил ау насходка ладина больше я пришел посмотреть тип не интересно я постоял мне чуть не дали пизды типа мусора они там короче вот марсово поле и там где вот этот памятник стоит победы вокруг него вот так вот на него залезает там дохуя народа мы стояли прям далеко ну чтобы типа не не быть участником и короче и там какой-то кипиш начался мы общались чуваком о политике там просто левый был чувак он так хорошо разговаривал ну лёха да да вот и короче и с этой толпы побежали на нас куча народу в масках балаклавах и за ними мусора и я короче вот помнишь короле льве где кто там лежал среди яков которые бежали ну там типа чувак муфаса ну вот какой-то из них черного батя короче это батя батя да этот ёбаный и короче он лежал среди него и помнишь яки бежали топтали вот тоже со мной с мусорами было я думаю сейчас дубинкой поебалок смотри ты такой крупный и боишься почему тогда катикуешь ильдара сон такой маленький смелый ходит на все митинги вот ты фото сделал на фоне грузовика омона но я не критиковал лидаром я вообще без имен не ты писал под в ответ к нему скорее вопрос был но он типа ок урегулировался вот но я не критиковал так смотри вопрос а когда вова кес будет на твоем шоу вот к чему я вел а да вова кес значит мы не договорились с его пиар-компанией пиар-менеджером он говорит звони короче креативному директору я позвоню креативную директора somewhat кеса креативный директор сказал что пускай я звоню генеральному директору я позвонил генеральный директор он гарри на позвонил президенту federation резерваться и тераксы и капа федерации вовы кеса вот когда у тебя выйдет дикс пота все люди ждут пишет осталось последний трек с ань его блятьь сводит уже долгоgment как всегда саша виновата саня блин до проехали до полтора года сводил он скоро выйдет робита в майнкрафте саше 6 лет сводил это финал ребят ставьте лайки что дермора против гравий против булыжника 2 ребят а там будет медь трава то вот это вот вся херня трава ну ты штамп трава против булыжника было да вот игра вот видно человек лор не знает пришел вообще неподготовленный ты хотел вот реально забатлить с кем-то нормальным с блогером они со славой там ну типа но мне сильного участника мне саня ресторанта предлагал сатиром баттлить и месяца четыре назад что такая хуйня вот но я чё-то вообще не хочу а так типа не ни с кем нет если денег заработать я с удовольствием типа да ну а там ты предлагали именно и то и то и просто мы но не договаривались вообще у меня такое как тебе такая идея не хочу и все на битак или акапелла не знаю вообще ничего не обсуждаю меня просто просил как тебе идея возможно это типа какая-то коммерческая история была но я что-то на тот момент приходит короче баттл битвеля компелл да не приходит и сатир под него нагримированный приходит начинает оааа типа бля возможно так уже раку сделать ну бля ну это странно будет фу бля я так рыгнул невкусно про самая хуйная это кассинт антон логвинов ой бля рассказывает 40 минут а потом типа ребята на патреоне скидываетесь мне мы делаем контент которого не делает никто и там нарезка из игры блять и он на фоне хромака хромак еще такой шакальный вот по этим по углам не антон логвинов охуенный мы же тогда помнишь когда в семнадцатом году бухали он к семнадцатом приходил блять уже уже тогда в душе не ебал кто а то то ты знал кто это нет меня подвел лёша казаков ну вот к нему и такое но типа я такой бля и он такой я такой привет он такой ну чё лёш меня ну чё понял понял я говорю нет это кто он да и он так напыжился короче вообще прям и он прям ноль из десяти даже не представился ушел и со мной больше не разговаривал хоть я пытался чуть-чуть ну так типа в контексте с компанией не разговаривал в году девятнадцатом начале тоже была кай тусовка юла хуела неважно как после века феста после века феста это там приезжать за антон логин с кальяном идет ко мне данила очень давно хотел с тобой познакомиться я такой а мы знакомы в такой смысле верно эти не узнал он такой да я рыда ну не нет не помню такого у них трансляция иду с похмелья до своей машины у него на трансформерах камара желтая за тюнингованную который откидывается вверх и он все трансляции такой еще школьники у вас такой жены никогда не будет такой да чё школьники у вас тачки такой не будет а вот моя тачка пока и 20 минут шел просто до тачки камара стоит миллион рублей миллион двести серьезно она у него с трансформеров академик правильно сказал камара это если хочешь понтануться но ты живешь в жопе короче ну вот быть быть крутым самым крутым на районе это камара в дубне живет бля камара это очень дешевая машина это ведро с гайками как она просто внешне хорошие хорошие по дубне на камара вообще рассекает у него не лез только там дорог там только на патриоте наверно ездит все камара блять говорит ебать вас такой никогда не будет да я лучше полу куплю нахуй за такие деньги человек купил машину все пошло полу академик кто еще не я всегда смотрел автоблогеров я в них вообще шарят и чё я помню вот даня действительно всегда смейл автообзорчиков я еще помню четыре года назад мы смотрели иллюстры коловского как он гайки под аптеку крутили прыгали на песочнице кто-то продержит ночи проводили в скайпе созванились руслан какой четыре года назад я пять лет питера живу уже вот 18 ноября было пять лет как я в петербурге живу подожди недавно было три дня было недавно я переехал ровно 18 но да нет подожди все правильно 18 я переехал прям после своего дня рождения сейчас мне 23 года а блядь ты мне говорил просто об этом два года назад тогда тогда ты была не супра не пять лет время просто жесть как быстро получается а мы недавно еще эти старые видосы бумчика и компании смотри там тут это интро боди где он такой нормальный движок вот это интро мы созванивались и прям но я в казани жил он москве и мы ночами сидели бумчика смотрели ржали типа этих как у них назывался жопователем жопователем бля это было когда лишь жопы по свадьбе убирали просто самое смешное сейчас вот типа илья он типа делает другой контент валёк там типа не знаю что он делает что-то странное делает я вилку это хуйню недавно у меня в ленте в контакте ну в друзьях есть и высадился видос где он одел какой-то костюм и в честь помощи кого посадили на митингах ходил что-то гулял по грязному я такой бля а потом сел жопу это куда да бля нет грязно очень да но это но наверное мне кажется отпустили павла устина только из-за валька выходит люди до тридцать тысяч человек на улице выходят такие блять отпусти людей пошли нахуй смотрят валёк в костюме такой бля стыдно чё ты на нахуй здесь идти да пути помог красава мы с медведем постоянно когда я жила на москве в москве смотрели видосы с ильёй типа жена подписана они особенно вот это задание где короче они вставали на ногу как петушки прыгали просто задание просто не отпустить ногу было и прыгать дольше на ноге как петушку петушке ну и так по моему давайте в окончании этого подкаста как петушки на одной ноге да это же вас постоянно смотрят дети и какие дети убивают там труба пушкой тут иду эту кучу задеть скажите пожалуйста или не так делаю в правильную сторону как-то мне это бэкбэк кит это другое я не знаю че как она из той же серии это тема всем тренде ребят да я расскажу футболку которую купил обладает разберемся не каждый рисунок на футболке вот дальше у нас разберем нотный рисунок песни лидера это чё за приколы ты чё в тренде не видел ты рад контент не смотришь этого дроп-дэта дроп-дэта тренде кто еще блику блику еще я я бля чё рэпер янг пионер блядь я таких даже знаю я пионер и чё-то мне выёбывался бы он за какую-то хуйню а за лидера и флэша да причем не они очень много из таких типа рэп-блогеров которые прородил они нас не переносят нахуй потому что читающий блогер типа вот по поводу читающих блогеров вечная тема именно мне как бы всем уже давно похуй но мне вот интересно я смотрел баттл савергона с каким-то чуваком я уже не помню мц всех мц поможет не помню хоть пацан типа миша сделал неплохо на уровне вся фигня выходит там судьи по очереди говорят вот все говорят ебать миша клёво прям охуенно ты же был на вот тебя типа но ты блогер да вот не там выходит чувак я серьезно говорит для блогера нормально я такой сижу смотрю типа думаю а причем ну типа для слесаря нормально для курьера нормально это так тупо типа для блогера нормально кто это не знаю чуваки либо мы разные смотрели я был там на батле миши когда он с этим с кондратенко да поможем не это другой бандашов кондрашов вот кондрашов заебись да который ненавидит меня просто ваще а ты просто не сколько там с кухню 228 220 бпм 30 тысяч ты не знаешь эту историю особенный кадр где он усилок в окне выкручивай так много короче я стримил мне кто-то сдонатил скинул смотри чувак читает 140 бпм 170 бпм он сам же задонатил скорее всего не важно допустим не он я начинаю смотреть на стриме и там значит типа он въебывается 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 хоп дроп он такой вот я начинаю умирать у меня истерика игры то что блин то он еще перед дропа выкрутил на звуковой карте громкость вот так типа ну как будто это микшерный паусный кадр да-да-да-да-да я умирал просто я это шо за хуйя говорит вот поугорал на днем поугарал чувака так за дело я причем не говорил что он там пидорас какой-то еще что-то может быть говорил неважно типа он потом в батле раз пятнадцать я ж был там я был на этом батле в каждом треке мне показывали детскую штуку в каждом треке когда не кашин там ты пидорас когда не кашин еще что-то в батле блять что я видел тоже где-то он что-то там не помню было такое ну по-моему что он тоже ой там блогеры читают я думаю чувак ты ебаный рот сам блогер ебать ты in the rnb нахуй 2019 ну серьезно я вспомнил еще хуйню как он обозревал мой батл с гнойным даже так он там вот он у нее все что копило из того вот этого боя реакция все вон там вот ёбнулась я смотрел мне истерика была смеха типа ну гнойный такое типа хорошо сделал классно молодец круто а вот даня кашина бездарность как там посредственность посред самое бездарное говно посредство вот такая хуйня прикинь и там ну больше половину ролика ну образно типа вот в концом выкручивают усилок и короче его задизали он извинялся потом еще и меня привык приплетет хотя я блять я молчу я молчу уже минуту окладно не блять и ты меня еще перебива и волчу короче минут 20 и даже рэпом не занимаюсь он все равно приплете поэтому тебе мусор блогер рэп читаем ну да ты же блогер те кондраша великий кондрашов по как бы пощади илью оторвись на нас полностью трогай мою мать типа чего угодно только блять кулича не трожь пожалуйста кондраша оторвись на нас как оторвался троп твоему тромб твоей матери вот это вот зря было жестко раз мы начали уже полить по личностям пошли как тебе лида не ну нет неё у меня никогда не хуй сосил короче я ему просто помог с ампортом просто случайно тоже дан от доната увидел типа посмотрел крип такой ебать охуенно даже стримы есть такой идите блять все кто может вообще все кто видите лайки ставьте уже нереально понравилось после этого запускал трансляцию где сидел такой на самом деле нихуя не помог я не прошу чтобы он передо мной это о да нет святой и так далее но спасибо хотя бы мог сказать похуй вот а так ничего у нас такого не а когда у меня вышел трек с серлом он же до этого уже когда я серлом пока пока мы связались пока мы договаривались он лиду уже выпустил с ним сером не русский шок не не он из австрии по моему вот лиду уже выпустил с ним три-четыре совместки и короче и у меня все комментарии посыпали с тем что а как у лиды как у лиды как у лиды я удалял иногда комментарии когда знаешь типа в топе висит у него там дохуя лайков пять тысяч ну образно и он как у лиды подпишитесь на меня плиз типа я такие ну типа удалял и лида потом мне написал что типа чел ты еще удаляешь комментарии типа гнев на это вот такая хуйня я говорю нет я там парочку удалил и все ну в общем а так ничего мы даже договорились может быть когда-то что-то сделать вместе я устрою блять гэн бэнг хуи бэнг это по сути то же самое что пошлое молли только под что-то более хэппи хардкорная и рейвовая да это тоже самое что чел это тоже самое что доширак песня что татары блять что амеля вот это не не ты про что ты про посыл или про словам в песне но до нас для любого можно подраться я говорю это попробуйте давайте я знаете как там ну блять ну вообще даже не то что начали с того что у меня дай как будто бы с ним биф а я в итоге сижу перед куличу защищаю не то чтобы что-то конкретное вообще само его поведение ну она неприятно вот она достаточно тоже неприятное поведение поэтому мне не нравится то как марган 14 позиция позиции они рует в медийке а какой-нибудь чувак я не знаю с ним не общался окей ну я кстати с тобой монтируем так чуть-чуть монтировал выпуск не немного тебя там три раза по моему только раз три раза ты дернулся и все я такой бля хотел нарезать в конце и как в этих видосах чё с русланом он опять под спидами типа этого есть такие видосы это вообще неприятная хуйня я так переживал это самое ну как переживал мне прямо реально неприятно эта история стала беля лишь рассказывал эти беляли же такая же хуйня на ее тоже постоянно дергать вообще регулярно вот и она когда приходит интервью у нее единственная просьба типа вырежьте пожалуйста все мои эти тики неприятные и она пришла на кого телевидение они нихуя не вырезали специально ну чтобы громкий заголовок был и все и пошло а под чем она была вот такая же хуйня и она потом в stories и записываешь что это за хуйня какие вы скотины там че нарезок дохера где она прям вот так и паша просто надо блять пиздец ну что это такое написать ю он альфа pvp там что там и он гречкой хмурый мокрый кислый бутерат бут 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 миноксидил 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 мифи бороды из них его разорвляем еще в них миха борода респект люди пишут музыку gspd собирает стадионы рифмы и панчи подписали новую звезду рэй хатка в дотку хуй в пилотку ты не шутер это есть такая песня покажи мне пожалуйста есть вот факт факт я короче подожди хуй в пилот подожди в дотку и это новый рейв пишут новый рейв и бровей новый рейв нет это не на диктофон записаны просто хуёвый этот и динамика микрофона в электронной музыке в россии катка в дотку хуй в пилотку да не думать почему же я сейчас охуел если честно чё-то ребята молодцы ребята молодцы я не думал что генри киев еще пишет он реабилитировался катка в дотку хуй в пилотку это что-то на уровне типа ну вот этого самого вы поняли над заебись новой москвы генри киев из друзей удалил учё не заказано это молчание самую охуенную шутку с этим он добавился до этого два дня назад сам ко мне он такой но давай я такой добавляю такой теперь ждем удар такой и знаешь после чего установку это давно было после того как мы сделали наху рэп песни наху рэп скорее за шара от жюбилей юбилей так он сам добавился а это в тот момент в тот момент было он до этого клипа добавился у тебя выходит этот самый там через дня три у меня удалился пусть и извинения удалить клип если подождите почему-то меня удалилась друзья в твиттере подписан причем дожди то есть он я не понимаю гена что за он может быть настолько обиженкой меня трясет целый час срочно нужно будет ли я но нет оппонентов брат рэперов здесь нет сейчас не знаю где искать но я сделала стать я оппонентов брат рэперов здесь нет сейчас читал я че-то даю номера им че-то и мы пьем пьем короче нормально драгу поняли там короче сидел свое поздание настолько поисполнится будто я миллиарды было типа как радио у него велось и он там пошел какое-то озеро смотреть я тут что-то страшно я такой ехал а мы в туре тогда были такой что блять что это что за хуйня я не шучу послушаем он же эмоджи фэм первый по-моему ну это странно а потом мне рассказали что это радио в аду короче а нихуя себе так а озеро то нахуй причем в аду нет в аду в аду вода не течет под лежачий камень как бы пацаны вы че забыли с днем рождения брат готов извиниться сразу во все камеры ты типа блять ладно рэп а че на ютубе то на роду мы все-таки блогеры да 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 чем мы занимаемся у меня футболка и ютубер там у тебя клетчатая рубашка снэпбэк такой с зеленым тебе ее в красную покрасить нужно вот это вы же блогеры да но мы блогеры почему без без снэпбэков сидит зеленым козырьком про снэпбэки зеленым козырьком у нефедова недавно вышел видос мой новый офис он из строительного контейнера на вся на даче сделал офис и он благодарил донатеров он такой ночью я по на рот вот синяя стена покрасила валиком из контейнера серьезно знаешь популярная хуйня заказывать только дома из контейнеров не охуенный а там просто контейнер без окон и там компьютер мне там наверно яху пизда просто а чего не построил себе ну типа из дерева типа можем это жилье андрей нефедов и построил из дерева почему он не построил себе нормальное будущее с кальянчиком и девочками это сейчас меня обидело я отдал лучшие годы нефедова лучшие часы монтажа человек все свои навыки вложил в школа блоге люди ты рассказывал все про эту тему все уже знаю но я еще раз расскажу я монтировал школа блогеры раньше я зарабатывал на этом ну как сказать деньги спасибо ну мне кажется я за это могу в ее бонус спасибо ну а так типа вот вспомнил фотку с голубем типа я не могу ничего больше у него фотка столько фотошопов смешных было потом а вот их смотрели 50-минутную видос свадьбы нефедова где конкурсы там в подъезде выкуп за нее делали не монтировал не пишут как не смотрел там прям такой совковой вот такой хэндикам здорово сегодня иду выкупать белку на свадьбу в подъезд и там на каждом этаже конвертики с заданиями какие конкурсы там они лопали через дом шарик а стаканчик в этом все было я между прочим кстати помню свадьбы то время еще когда он только-только купил этот хэндикам это было году блять наверное в 11 как и все помнят типа я тоже смотрел нефедовы как и все нет блять я один не все смотрели нефедовы все же смотрели нефедовы все смотрел все смотрел все игры все смотрел да вы подсосы когда ним все издевались когда камеру тыкал тип за счет сейчас нефедов новатор в общем все придумал а кто еще от был тогда но сейчас уже все его знали только те кто шарил тогда за это тогда надо было шарить за и топ это сейчас это у него было тысяч 30 тогда помню сейчас у него там нихуя просмотров не было все ни одно время были у него был формат какой-то там что-то с google картинками связанные там я помню и он был призвольный запрос да он был прикольный действительно я смотрел мне смешно было первые три выпуска да потом ты поднимал глаза на лицо golden nick и такой блять там сдаун бля хуй знает кто-то огне огонек кстати она же вообще пропала помню с радаром полностью огне огонек было кого я сейчас смотрел house fast make было дело нихуя ты вспомнил они кулич готовили кстати когда вводишь кулич в запрос там до сих пор один из его их роликов вот там где они кулич делают ахафа смейк на первой странице где-то они же пытались какое-то шоу потом с машинами дерби сделать собирали на него и помню собрали бра делал них афа смейк тоже пытались до шоу на купить кучу тачка флота устроить грубо говоря вот у них забрали в какую-то тогда еще не агентство рекламные были это не так называлось а были типа творческие объединения оранж там мы были они они вот-вот и оранж всех гасил насколько я знаю но типа все кто туда попадал они все падали по популярности тут же момент там не знаю как закономерность я не говорю что там та или иная творческое объединение хуйня но или макс бренд хуесос типа я тоже не говорила совпадение такое маш милаш какая-то была у них да нет хуй знает нет блять я забыл как ха фаст мейк была же даже раньше чем лист в по факту они что вообще узнать каких-то годов ебаш ну да но начали набираться они когда присоединились вот к ним я помню это они поперли поперли и тут же упали как-то все мы делали какой-то проект реклама лексона это был год 2016 и я короче говорю перейди деньги на карту не будет нет приди забери такой ноги приду заберу блять прихожу в их офис все ухожу уже оттуда и выходит макс бран с чипсами такой о а ходишь вкус лейс поугадывать закрытыми глазами надо угадать вкус я такой смотрю него с 30-летием ой пока добро вас подключение ой вот ты шутишь шутишь а сам прикинь вот будешь угадывать от его от его а я просто боялся что я не угадаю другое дело я их не отличаю блять макс бран кустя павлов говно моча море хронически но в бранже хуесос а теперь вспомним кто тебя именно в фабрике лайков пригласил мне макс бран да это блять 30 лет такую хуйню и занимать все кроме нефёдова меня загасили нефёдов просто ван лав вот он за меня держался он говорит нефёдов мотает на 10 минут назад блять нефёдов вообще это самое красава он говорит из тебя что-то получится понятно типа он меня верил ну а макс бран и костя павлов не верили и ахуели потом в коктебеле прикольно в алматы в алматы какая ковер ты знаешь что такое ковер нет нет ты знаешь что такое коктебель ковер это когда песню перепевают ну да ну вот ну блять вот нахера ты прерываешь наши как бы беседы интеллектуальные город ну вот и договорились вот и договорились сегодня в бочку лезть в бочку леска еще не в курсе балдежную бочку ты чё долбаем когда он балдежную бочку пошел и мужа такая ну-ка 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 стой 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 выходит коньяк его достает а у него все падает надо и закуси спасибо что ты напомнил я короче в ролик забыл эту хуйню вставить где где все падает блять разбивается блять крути чехол еще что она его потом он начал окунаться вот так как на крещение она его тянет заказу закрест не тяни меня блять а недавно я короче батя кительмана же ни разу не смотивился вообще ни разу да да недавно видосы он короче топит дровами печку у себя там и мать такая да ты тряпка блять за тебя все делать надо он такой не учи старого мастера иди в жопу блять за тебя переделывать все надо гамзавр это еще так ну типа что-то средненькое тупо сплэш это прям для ценителей господь грядет это просто для интеллектуалов я вам а вы мама свинка видели ты хорошо сделал да 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 но они не взлетели поэтому ты нет нет не те каналы показывал чувак у меня есть канал за который я подписан уже давно ну давно да наверно месяца три уж как да я понял господь грядет называется там женщина прям прям ёбнулась у меня три ребенка она отказалась от мужа от своих родителей от своих подруг от всех потому что ей показалось что дьявол через них ее направляет на грех короче и она и она каждый раз вот с такими глазами вот такими лицо такое пуши я сегодня спала у меня стоят мы постоянно эти трансляции и мне приснился господи наше вот это пиздец она детей заставляет извиняться перед богом вот так короче на полу вот это чувак контент для ценителей на мы когда сценарий писали мы смотрели да да я врубал а я поначалу вообще не подебал просто врубает какую-то хуйню там просто чёс какой-то про каких-то господи она короче рассказывает что с господом нашим общается он к ней через сердце ее объяснять и чё и делать дальше и что она невеста будущее его что будет скоро она говорит что лучше вам прямо сейчас покаяться иначе он скоро придет второе пришествие будет и я буду его невестой я буду решать вместо нее не просто а почему такую хуйню не там не было не ставят 18 плюс не блокирует там же мультипо на детей не заберут блять они вот так вот вот так вот в пол морды извини боженька на живот типа качают блять не знаю боженька извини нас пожалуйста это шо за хуйня вы чё ну наверное никто не жаловался причем весь дом просто из говна сделан там кухня вся развалится она сидит стримит и у неё на заднем фоне блять стена расстреляет ну знаешь когда уже эти самые краска отходит вот такие кудри блять как у меня дома ну да или у меня ну пиздец как таком условии дети живут там ковры на диванах лежат а вот а вот чё а другом там реально хорошо ты приезжай хорошо там ну там ну да молиться вместе будем но они независимы от всех этих материальных ценностей вот этих вот вашим ваших это они они понимаешь у него мне кажется но возможно она прям уверенная типа что ей не нужно все это но мне кажется что-то мне подсказывает возможно я не прав что большинство таких ну сильно религиозных людей которые типа я мне считать все не нужно потому что у них этого нет типа если бы к такому прийти к человеку которая рассказывает всем как нужно жить что ну вот господь и так далее и предложить ему денег он возьмет а мне кажется что такие люди как бы получается от воспитания такими же людьми то есть а ну да да возможно то есть ее дети возможно такими же будут следующим ну стремно на самом деле стремно хуйня типа мне плевать кто там че из какую веру исповедает типа главное не навязывать свои идеи не говорит вот ты плохой а я заебись ну типа моя вера заебись а вот ты по моей вере ну согласен фанатизм в любом проявлении его это не очень хорошо вообще весь мир несправедливо такими же не искал будут такими же типа блогерами тоже не да да а ну вот блогеры это пиздец но не знаю я пытаюсь начать альбом но мне хочется чтобы он был прям на три головы выше чем не на ход и короче я начинаю писать и такое нет же было ну это кстати хороший подход ну короче хотя кому как блять да это мучает это реально мучает и целыми днями си каждый день у меня вот я сейчас уехал у меня мак открытый там флк открытый понимаешь я каждый день сижу эти биты еще пишешь да я так понимаю но не не всегда но да мне видишь как уже команды еще больше за дик спонтовские чуваки подгонять тогда я еще набрал других каких-то одного из паблика увидел мне пиздата digital digital диджитал куала послушай ебать у него охуенная музыка от того казаха это по моему тот самый казах который писал я помню мы сидели тоже когда сценарий писали ты что-то открыл заявки ну этот как его блять почту заявками там какой-то чувак с казахстана по моему не это заявки были на дик споту а заявки на дик споту были я ему написал но я почту пока не захожу я делаю себя крутого проделся у меня там лежит там тысяч шесть писем образно да я захожу так по чеку по чеку типа о расскажите что туда порой пишут очень смешная хуйня я не понял что там пишет ну там пишите по привет я начинающая диджейка зацени диджейка ну такая хуйня дикой ты слушаешь я уже привык а в основном рэперы пишут очень много что-то я хочу кормить свою семью ну головой думаешь дик спо я же сразу сказал творческое объединение для и до ямщиков электронная танцевальная музыка и мне пишут рэперы не на меня там реально вот или я не спиздел типа я хочу чего-то не 26 у меня ребенок помоги мне и ты говоришь там девочки моя я битмейкер вот давай типа и слушаешь там реально май хуй трекорд степенько с на этом районе я подымался снизу и почему треком поет я добился у меня куча денег для руслан кушать нечего пожалуйста не пустя блять так ты ж поешь тебе все охуенно еще когда ты на на электронный но для танцевальной музыки лейбл скидываешь свой рэп и думаешь ну помогите я хочу начать что-то делать в этой жизни добиться цели блять пиздец мотиватор е ебал надо хардбас кидать то я сейчас строю частенько такого типа продюсер я почту могу год не смотреть короче полгода типа вот я последний раз вот тогда я смотрел мне некоторые понравились я просто отписываю типа есть еще демки ну чтобы посмотреть вот и не отвечаем потом типа там и блоки нет такое типа просто дик смота не запущена мне нахуй нужно что ты так и не сказал по моему когда она будет вообще даже последний трек остался вот это сказал но не сказал когда конкретно примерно хотя бы я на я очень надеюсь что в этом году это совместно работает но не fit fit это же как-то более по-рэперски я думаю вот слушай там типа я как за ним и бит ну который чувак который делать музыку и рэм как а капелла ну смотри да ты гля вас фиат будет на дик спой диджей демиксы фиат это мои любимые исполнители ребята я постоянно их вижу и думал когда у тебя фиат бля фиат это заебись вообще я думаю на это можно закончить на самом деле и машина фиат хорошая лучше этого ничего больше в этом выпуске не будет я считаю это просто турбо пушка бля чушка моя пушка твоя птелка катка в дотку мая тёлка хуй пилот хочет 9 понятное спасибо что посмотрели подписывайтесь на канал это был стул версуса с нами был оксимирон и м сипох твой альбом можно будет найти в тит в тик токе да а камеру еще пишут не короче у меня выйдет трек когда идите в тик ток снимать я хочу быть звездой тик тока идите в тик ток снимайте под мою песню блять понятно да а я пчела вот вот это вот мы хорошо сделал спасибо брат вот снимайте в тик ток тик токи на мой трек он будет называться все в порядке всем ясно самый лучший тик току я подарю 50 тысяч рублей дали все в порядке да ты в порядке да в порядке дали да дали в порядке порядка порядка 50 тысяч рублей лучшему тик току ну да и я не понимаю вообще если если мы вот туда пойдем то можно быть может быть я переоденусь а так тип хэзэ вон трамвай проехал к примеру трамвай проехал там есть парикмахерская есть не знаю там колесо какой-нибудь еще что-то universal студия видели у меня стаканчик рэп йо батт да я тебе серьезно рэп йо батт я дебил